Всем привет дорогие друзья! И сегодня я хотел бы рассказать вам о том, как работать с блоком питания. Итак, блок питания это очень важный электронный прибор для начинающего радиолюбителя. Он представляет из себя такую коробку, основной функцией которой является подача напряжения и необходимого тока для питания радиоэлектронной аппаратуры. У каждого электрончика на рабочем столе желательно должен быть лабораторный блок питания. Что это значит? А значит это то, что на нем можно измерять напряжение и допустимый ток. От нуля и до какого-нибудь значения, которое блок питания способен дать. Лабораторный блок питания как правило выдает только постоянный ток. Но есть и более хитрые приборы, которые дают нам напряжение, но с другой формой сигнала. Но об этом я расскажу в другой раз. Итак, рассмотрим подробнее вот такой блок питания. Обратите внимание на обозначение на блоке питания в правом верхнем углу. Там написано PS1502DD. Как же расшифровать эту запись? PS от английского power supply, что означает блок питания. 1502 это характеристики данного блока. Первые две цифры показывают максимальное напряжение, которое может выдать данный блок. В нашем случае это 15 вольт. А последние две цифры это максимальная сила тока, которую может выдать в нагрузку этот блок питания. То есть 2 ампера. Под нагрузкой понимается либо лампочка, либо резистор, либо даже радиоприемник. То есть та аппаратура, которую мы подключаем к блоку питания. DD это цифровая индикация как для тока, так и для напряжения. Ну то есть те два окошечка в блоке, на котором он показывает значение напряжения и тока. Включение блока питания производится кнопкой power. Справа окошко индикации напряжения, там я выставил 8,5 вольт. А слева окошко индикации сила тока. Сейчас расскажу о регуляторах слева направо. Итак, сначала токовая крутилка, которая задает пиковый ток. Если нагрузка будет жрать ток больше, чем задано с помощью этой крутилки, то есть он просто-напросто перестанет выдавать вам напряжение и ток, пока вы его не перезагрузите. Затем крутилка выбора напряжения. Либо она задает напряжение сразу, либо напряжение можно менять от 0 до 15 вольт. Дальше крутилка точного измерения напряжения и крутилка грубого измерения напряжения. То есть вы сначала настраиваете напряжение грубой крутилкой, а потом подкорректируете более точной. Итак, продемонстрируем работу блок питания на кулере от компьютера. Кулер это разновидность нагрузки наряду с лампочками и резисторами. Итак, на этом кулере написано DC12V018A. Это означает, что для питания кулера нам потребуется 12 вольт. И пишут также, что ток потребления этого кулера составит 0,18 ампера, или другими словами 180 мА. Так ли это, давайте проверим. Выставляем на блоке питания 12 вольт и цепляемся к кулеру. Красный провод плюс, черный минус. И кулер у нас начинает дуть. Смотрим на показания блока питания, ну да, все сходится. Кулер у нас потребляет ровно 180 мА. Хотелось бы отметить, что некоторые электрончики собственноручно делают блоки питания для собственных нужд. Как-нибудь я расскажу вам, как можно сделать такой простой блок питания. А вы пока пишите в комментариях, какие вы используете блоки питания и что еще полезного можете сказать о них. Поделитесь со всеми своим опытом. Ставьте лайк, если понравилось это видео и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Субтитры сделал DimaTorzok